Рождение Будды Будда родился в царской семье. Его мать умерла при родах. Отец назвал ребенка Сиддхартха, что означает «приносящий добро». На следующий день, после его рождения, во дворец пришел известный в те времена святой. Отец Будды любил его и всегда при встрече касался его ног. Святой попросил показать ему новорожденное дитя. Увидев мальчика, он заплакал и прикоснулся к его ногам. Отец спросил, зачем вы это сделали? Святой ответил, я прикоснулся к ногам ребенка потому, что могу видеть будущее. Сейчас он бутон, но когда вырастет, будет прекрасным лотосом. Почему же вы плачете? спросил отец Будды. Я плачу, потому что тогда меня уже не будет на свете. И я не смогу увидеть это чудо. В то время, новорожденному принято было составлять гороскоп. Астрологи предсказали ему великое будущее. И этот мальчик будет или царем всего мира, или саньясином. Отец сказал, как это так? Вы говорите о двух крайностях. Как это возможно? На что астрологи ответили, это всегда так. Когда бы не родился человек, способный стать пластелином мира, он способен отречься от этого мира. Отец не мог понять. Он попросил, расскажите подробнее. И астрологи ответили. Мы не знаем многого о феномене саньясы. Но вот, что говорится в описаниях. Когда человек имеет все, то в нем вдруг расцветает понимание, что все бесполезно. Чтобы отбросить мирскую жизнь, нужно иметь ее в полном объеме. Нужно иметь то, что отбрасывать. Чашу может отбросить лишь тот, кто испил ее до дна. Отец Будды очень беспокоился и спросил. Что делать? Как воспитывать его? Он единственный мой сын. Я уже не молод, и моя жена умерла сразу после родов. Я не могу надеяться, что у меня еще будут сыновья. Мое царство может разрушиться. Дайте мне рекомендации. Как воспитывать такого ребенка? Чтобы он не отвернулся от этого мира, спрячьте от него негативные стороны, такие как старость, болезнь, смерть. Окружите его жизнь только красивыми вещами, цветами, произведениями искусства. Запретите при нем говорить о смерти. Говорят, что в саду дворца Будды даже цветку не давали увянуть. Ночью садовники обрезали их и сухие ветки, чтобы это не наводило мальчика на мысль о смерти. Будда знал только прекрасные вещи. Только сны. Он жил в этих снах. Но реальность слишком сильна. Она проникает в каждый сон. Никто не может избежать реальности. Она ударяет в нас, подобно свежему ветру, постоянно. Отречение Будды. Однажды ночью Будда наслаждался. Было много музыки. Танцевали красивые девушки. Затем он заснул. Было поздно, и он устал. Все девушки тоже заснули. Среди ночи он проснулся, посмотрел на девушек. Они уже были не так хороши. Одна из них спала с открытым ртом, а у другой потекли краски. В эту ночь проникла реальность. Другой случай, подтолкнувший Будду к отречению, произошел, когда он отправился участвовать в празднике. По дороге ему встретилась похоронная процессия. Он увидел мертвое тело, которое несли на кхату для сожжения. До этого он никогда не видел ни одного мертвеца и долго смотрел на процессию. Особенно его поразил один очень старый, согнутый человек, лицо которого было высохшим и морщинистым. Будда спросил Возницу, что случилось с этим человеком? Почему так согнулась его спина? Что за проклятие пало на его голову? Возница ответил, «Это не проклятие, господин. Это естественная вещь, которая происходит со всеми. Каждый становится старым и морщинистым». «Что случилось с другим человеком? Почему люди несут его на своих плечах?» спросил Будда. Возница заколебался. Он знал, что об этом не разрешено говорить, и ответил, «Мне не позволено говорить, но раз ты уже спросил, теперь не скроешь. Этот человек умер, и точно так же умрут все, каждый, кто родился». Неожиданно появился Саньясин. Он следовал за процессией. Будда спросил, «А что случилось с этим человеком? Почему у него оранжевая одежда?» Возница сказал, «Этот человек понял жизнь. Он понял, что жизнь кончается в смерти, и отрекся от нее». Будда сказал, «Поворачивай, я отрекся». Ночью он покинул дворец. Старый преданный слуга пошел провожать его. Под утро они начали прощаться. Старик заплакал и сказал, «Почему ты уходишь? Послушай меня, я тебе как отец. Ночь, темно, куда ты пойдешь? Такой красивый дворец, красивая жена, комфорт, «Не отговаривай меня», – сказал Будда. «Я больше не могу жить неосознанно. Я ухожу на поиски сознания». Сиддхартха был единственным сыном у своего отца. Отец старился, ему было уже 70 лет, когда тот покинул дворец. Разневанный отец послал людей во все концы своего царства с приказом схватить сына и силой вернуть домой. Он был оскорблен. До него доходили слухи, что его сын прикнул к монахам и попрошайничать. Он думал, что это за чепуха, чего ему не хватало. Он предал меня на старости лет. Поэтому Сиддхартха был вынужден покинуть пределы своего царства. Будда скитался 6 лет. Он посвятил всех мудрецов, святых, ученых, всевозможных гуру, но ничего не произошло. Аскетизм, пост, йога – все напрасно. Однажды Сиддхартха пытался перейти вброд небольшую речку. Течение было сильным, а он так ослаб от постоянных решений и недоедания, что голова его закружилась. Он упал в воду и его понесло вниз под течение. Неизвестно, чем все это кончилось, если бы он не ухватился за длинный корень. Его прибило к берегу. В таком положении, не имея сил выбраться, он ясно осознал, жизнь подобна океану. Если жизнь – это океан, то тогда все, что я делаю, неверно. Если я довел себя до такого состояния, что не могу перейти даже эту речку, то как же я собираюсь пересечь океан жизни? Мой путь неверен. Я стал слабым. А для того, чтобы подняться к Богу, нужна огромная энергия. Ему удалось выбраться из реки. Он лег под деревом и расслабился. В тот вечер было полнолуние, и впервые за шесть лет с Китани он хорошо спал. Ему больше не нужно было никуда спешить, нечего было достигать, никакой практики, никаких упражнений. Впервые он почувствовал полную свободу, никуда не торопясь. Лежа под деревом, он наблюдал восход солнца. Он смотрел, как тает последняя утренняя звезда. Говорят, что когда она исчезла, исчезли ситхатха. В одно мгновение перед его мысленным взором пронеслись шесть лет с Китани, как ночной кошмар. Но это уже стало прошлым. Будда стал просветленным. Дорогие друзья, год благодарности его святейшеству Далай-Ламу в 14-м, приуроченной к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакимуни» «Сокровищница духовного наследия калмыцкого народа» издан альбом Далай-Лама Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры Алтунгерл «Калмыцкий и русский переводы».